Какие эта матрица имеет, какой алгоритм ее работы, почему считаете, что эта матрица, например, удачный проект, почему считаете, что в ней люди будут зарабатывать, почему она будет быстро заполняться, почему будут декларированы доходы. Посмотрите, я от начала до конца рассказываю, как очень долго. Я вам расскажу один шаг и как происходит переход. Хорошо, замечательно. Здесь идет постоянная привязка, жесткая привязка к спонсору. На каждом шаге находятся три трехместные матрицы. Матрицы не объявляющиеся. Только когда он встал в матрицу, он получил свой порядковый номер. В каждой матрице, не на каждом шагу, а в каждой матрице получает свой порядковый номер. На этом сейчас обратите внимание, пожалуйста. Что происходит дальше? Приколы у него личники, они встают обязательно под него. То есть он переходит в следующую матричку, личники его уже найти не могут в этой первой матричке. Соответственно, они встают под его же личников, которые, так как они получили свой порядковый номер, но они встают именно под того, который раньше из всех личников пришел к нему. То есть здесь идет перекрытие наименьших номеров, в таком случае это происходит. Соответственно, если не находит аккаунт ни спонсора, ни личника в этой матрице, то он летит вообще, вот так назовем общую очередь, под наименьший порядковый номер, кто еще не закрыл эту матрицу. А выгоднее мне строить как? Вот, допустим, наш первый аккаунт активный, да, регистрируется. Мне своих личников выгоднее строить под тот же аккаунт, под первый, или под себя? Своих личников строите всех под себя. Здесь будут обиды тех, вы обеете тех, кто, если вы заберете у них личников, либо он подарит своих личников кому-то ниже. Почему? Потому что тут с одного и того же реферала постоянно получаем реферальные. А реферальные здесь очень даже щедрые. То есть он только встал в систему, получили реферальные. Он пошел на реинвест, снова от него же получили реферальные. Он поднялся на уровень выше, получили реферальные, но уже больше в разы, чем на первом уровне. Соответственно, он также пошел на реинвест, снова получили реферальные. То есть от одного и того же реферала постоянно получаете реферальные. Это понятно. Относительно нашего активного старшего пригласителя, мои личники, куда будут падать? Ваши личники под вас. Нет, под меня-то это понятно. Относительно моего вышестоящего? Относительно вашего вышестоящего, они не будут искать вашего вышестоящего, вы будете прикреплены к вашему вышестоящему. Они, если не находят вас, они ищут ваших же личников в этой матричке. Если ваших личников в этой матричке нет, они улетают под наименьший порядок Венеля в общую очередь. То есть самый низ? Все глобальные, можно сказать... Зачем самый низ? Не самый низ, но они получают свой порядок Венеля так же, когда они пришли. Наоборот, под того человека, который больше всех находится в этой матричке. Ага. Понятно. То есть не под новенького, а под того, кто дольше всех находится в этой матричке. Совершенно верно. И под вас тоже хотите, но не хотите так же будет падать. Ага. Понятно. То есть они не ищут, они не падают ни под админат, ни куда-то не идут вверх к вышестоящим спонсорам. А они идут вот именно под наименьшие номера. Тем самым, чтобы зарабатывали все. Но те, кто не приглашают, у кого нет рефералов, они будут по маркетингу получать 100% за исключением рефералов. Понятно. Есть. Да практически все компании, практически все компании действительно боятся просто-напросто запуска старта нашего проекта. Почему? Потому что они все прекрасно понимают, что произойдет в интернете. У нас еще рекламы не было. Рекламы еще не было. Сейчас пройдет тест, пройдет тест. Сразу начнется первая волна рекламы. После старта, соответственно, люди начнут выкладывать чеки. Снова упадет в усиление рекламы. Но вы сами понимаете, что произойдет на этом уроке. Хотя сейчас уже к старту готовы более 50 тысяч человек. Все ждут и дождутся. И министерам тоже. А вообще суть наша. Министерам дать возможность вновь поверить в матрицы. То есть мы зашли на инвестиционную площадку, да просто на эту площадку, просто не попасть. Соответственно, чтобы нас запустили на эту площадку, нам нужно было не стоить подходящий маркетинг. Маркетинг прочитан таким образом, чтобы зарабатывали все, как я уже сказал. Чтобы селить веру в инвестиционную площадку. По всем сегодняшним данным и то, что происходит на нашем форуме от CRP-центра, просто все инвестиционные дождущиеся запуска нашей матрицы. И изначально сказал, что мы пришли на инвестиционную площадку. То есть если бы этот маркетинг не подходил под инвестиционную площадку, то если бы его просчитывали также маркетологи на площадке своем. То есть они увидели, что здесь будут зарабатывать все. И только после этого дали разрешение нам зайти с этим проектом на эту площадку. Они прекрасно понимают, что здесь было очень много одиночек. Мы это тоже прекрасно понимаем. И если этот маркетинг был сделан, то мы для того, чтобы зарабатывали все. Единственное, те, кто не приглашает, они будут зарабатывать полностью, 100% за исключением реферальной. А когда они здесь, весь акцент сделан на то, когда они заработают, даже не приглашая, они все равно кому-то расскажут.